ребята всем привет всем привет ребята какое небо голубое над головой слава богу и мы начинаем новый выпуск на нашем канале я володенька так что подпишись на канал как всегда как обычно давай общаться вот я уже сказал меня зовут володя я занимаюсь автобизнесом канал мой называется жизнь перекупа пытаюсь показать как я работаю как я зарабатывать и так сегодня у нас nissan tiana 32 кузов 2008 год производства япония забрал его только сейчас с автовоза здесь у нас новосибирской области есть стояночка куда автовозы приезжают разгружаться купил я и варенбурге кто не видел как купил здесь где-то ссылки будут смотрите пожалуйста наслаждайтесь в общем сейчас я на ней еду со стучащийся мотор стучит у него провернула вкладыша но до 2000 это не смертельно то есть она идет нормально если не наваливать то можно спокойненько доехать до дома до дома мне примерно километров 30 быть 40 не знаю я туда долил масло потому что хозяин короче масло просохать у него провернула вкладыш ну я так это моя 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 версия если ты меня смотришь не обижайся обычно так бывает идея какая сейчас мы доезжаем до дома чтобы мне сэкономить на эвакуаторе деньги доезжаю до дома потом что делаю ну потом покажу вам чё снаружи чё внутри и собственно чё мы будем делать скорее всего мы просто поменяем контрактный мотор поставим и будем заниматься кузовом по комплектации комплектация вообще офигенная для этого мотора два с половиной это просто самый жир при том при всем что это япония да ну все собственно доеду не до дома доеду не доеду не знаю заклинит мотор или нет но будем надеяться что доеду следующее включение будет уже там новосибирске в любом случае если конечно что-то экстремальное или экстраординарное не произойдет со мной все друзья ждем не переключаемся а следующее включение все ну что ребятки какое небо голубое да вот такой моментик интересный есть сейчас секундочку говорю какое небо голубое классно да погода вообще супер деревья все огонь но кто прописал комментариях что она доедет она не доехала мотор не клинанул конечно сейчас покажу что происходит все лейка не тухнет так тухнет ну короче все вкладыш мхана ну поэтому как то так ребята сейчас ожидаем эвакуатор позвонил знакомому кстати кому нужен эвакуатор новосибирске можем порешать можете писать буду давать рекомендовать вот позвонил короче знакомому сейчас приедет заберет увезет все будет стоить 2000 рублей ну цена конечно но не самая низкая но я думаю еще маленько посотрудничаем и будет нам скидочки так что все ожидаем эвакуатор но я к этому был готов просто у меня был вопрос где это произойдет я хотел чтобы это не произошло на трассе потому что цена автоматически другая вот а в городе сразу то есть половину цена примерно упала все жду за 2000 довезу спокойно до дома и сам на стучит поедем на автовоз потихоньку потухла прикинь короче можно было доехать вот как-то так чёрт всё да 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 короче вот по ходу остыли и все заехал заехал пусть на эвакуаторе поедем ручник парковка ручник не набула на колодку она не смысла нет на парковке все чё погнали вот как и так это выглядит все чё тяна на базе вот она красотуля стоит вот эвакуатор стоит все привез не знаю сейчас у механика узнаю когда время будет и поедет к нему ремонт по кузову потом покажу сначала с мотором разберемся и потом пройдем посмотрим чё по ней делать все пацан парнишка молодец нормальный а мы продолжаем привет ну не прошло и как говорится месяца вчера разобрали никиану одном сняли короче там все это а вывернула но вкладыши все на коленвале зазоры в общем решение какое было принято я посмотрел контрактные моторы в принципе за тридцатку можно взять контрактный мотор с пробегом до 100 тысяч вот сейчас поеду возьму с собой механика поедем с да там несколько контор рядом находится в общем есть за 30 мотор тоже говорится распила есть за 31 есть за 33 за 33 это столица столица запчастей у нас здесь есть новосибирский магазин вот собственно говоря в нем короче не знаю в каком месте ну поедем сначала за 30 посмотрим и так на увеличение без навесного но я думаю здесь навесной нормальным отсюда возьмем туда поставим все скорее всего уже завтра наверно я ее заберу но об этом пока рано загадать поэтому сейчас поехали вместе попробуем поснимать там на разборке мотор какой ну и чё купим все погнали чука шабуре да не я не видел а у тебя есть сейчас и этот колено такой же так а на нем что остается вообще или вот так он и будет без коллектора без вообще по идее стандартно дроссель все снимается а вот и форсунки останется нам скажем по рации снимать ну ты смотри пока мотор что там не а а а ну пошли а где у него это номер мотору какой честь nissan japan я имею ввиду на самом моторе но у него же есть гравировка эту тяну продавал у нее не было вообще но мотор мы забрали как вы поняли 30 рублей стоит контрактный мотор на nissan tiano двух с половинчатый который в кью 25 меня встал вопрос то есть подойдет ли мотор справа руля на левой и оказалось подходит поэтому я без проблем взял вот какие документы мне дали договорку продажи когда я купил мотор вот это в гаи можно все и гтд гтд на мотор вот здесь есть номер двигателя ну там короче был в гтд пишется то есть для чего дается гтд чтобы гаишники если чего понимали что у вас это не краденый мотор вот так же на моторе была бирка ну железная бирка вот на дублирующей табличкой на машине когда они мотор снимают они туда к мотору прикрепляют это вот все в комплекте все идет 30 30 тысяч отдал за мотор еще мне надо масло купить и за газель 500 рублей в принципе ну вот как-то так поэтому все смотрим наблюдаем там уже дальше все понятно будет как что будет зато классно будет когда я буду продавать тачку я буду показывать документы говорить мотор контрактный рассказываю съемка как обычно контрактный мотор вот он лежит уже все перекинули старый мотор а вот так выглядит автомобиль точнее то что от него осталось весь разобрали говорят у них подушки похоже передняя задняя говорят они разную а в задние нету слава ослана чем хочу это подушка сильно убитая оказалось подушки у них гидравлические и у нас подушка нормально было ну ладно не суть сейчас мы маленько поговорим про тех обслуживание тяны так что я взял это у нас промывка по моему для двигателя да это промывка это масло я взял масло это масло промывочная вот эта промывка хорошая пацан говорит продает мне в магазине вот по запчастям кстати по маслам там по обслуживанию кому-то надо могу контакты дать вот потом масло взял 5530 кикс я взял 4 литра хотя там надо маленько побольше в тяне 4 и 3 но я думаю это не проблема потом фильтр взял масляный взял трансмиссионное масло для для вариатора 4 литра это подходит у них нс-3 это масло к нему подходит вот и взял антифриз полярник говорит тоже хорошее качество в принципе 10 литров в общем здесь за все четыре с половиной тысяч антифриз 800 вроде масло двушка и здесь чуть ну короче четыре с половиной тысячи за все про все равно это вот все что касается двигателя и вариатора объясню почему надо вариаторе масло вариатор я купил эти вариатор был нормальный потому что снимали двигатель и выпал бублик с вариатора но кто короче специалист тот поймет и выбежало масло но как раз примерно сколько ну заодно и поменяем что ничего страшного там нет принципе но это будет повод для торга то что я масло купил его придется менять буду просить скидку на работу за замену двигателя все погнали сейчас масло отвезем и уже потом будем ждать пока двигатель запустим все покажу так ну что наш конструктор лего продолжается стены позвонил механик мотор завели они вот я забираю машину я буду ходовку посмотри посмотрел ходовку и короче сказал надо сайлентблоки 2 тут еще 244 сайлентблока втулки стабилизатора передние колодки передние диск тормозной передней и ступица передние право все вот это за все про все я отдал 6000 рублей вот что еще так что еще за ну в принципе как бы вот так сейчас пойду все это отдам ему и скоро наверно уже будем забирать машина будем делать кузов все как бы чеки вот где тут один вот лежит в общем поверьте на слово 6000 рублей отдал же все про все здесь 1800 за это 200 кто-то улетел он ну да ладно не суть важно это к разговору о том что хозяин не сказал я всю ходовку сделал ходовку все нормально а короче когда залезли но я понял что ходовка не нормально когда я поехал на не на автовоз ничего страшного мы же мы перекупали мы всегда все делаем переделаем у нас постоянные гнобят но мы все равно как говорится будем делать ладно что продолжаем заниматься ничего вот она тетя таня забрали пока меня не было был на отдыхе попросил пацана забрать с ремонта машину по деньгам еще не рассчитался не знаю сколько мне выкатят за замену мотора и замену передней ходовки поменяли мотор сейчас попробуем кстати завести не так-то ведь есть колеса у нее скажи огонь колеса вообще нормуль тут по кузову то немного не вот эту арку мы точно не будем красить мы рыжики уберем но об этом мы поговорим уже в следующей серии чем мы будем делать не по кузову вот это будет надо будет обязательно исправить если он уйдет конечно так-то в целом передние тоже такого треша ничего нет он видно диск контрактный стоит короче диск контрактный потом чего еще это покупал ступица диск сайлентблоки контрактный стоит масло кое-то старая были капец колеса зимние ладно сейчас это пойдем попробуем завести пойдем попробуем завести ручку но сломалась на работе паять ой смысле заклеить как реальные события еще может кстати о ком севшим так ну чё ухты слышно чек горит на чё чек горит вообще это же просто красота комплектация максималка чё так ну давайте пока сделаем так почитаем по вложениям короче 300 сколько я забрал не помню короче все напишу чуть позже могу сказать что я помню 30 короче автовоз тоже не помнил она мотор купил за 30 плюс доставка плюс масла 4 помню дал за запчасти 6 точно помню короче 40 и сколько мне за работу выкатят не знаю ну максимум я думаю рублей замена мотора может быть за 8 я договорюсь это вряд ли просто морду всю разобрали вы видели вот 8 ну ходовка 5 ну где-то рублей 13 короче пока посчитаем пусть 50 я не увожу и сколько за автовоз отдал не помню ну в общем ладно чё на этом будем закругляться в общем чё сейчас я сюда все напишу все траты сколько она мне на данный момент обошлась в следующей серии уже будем считать кузов чтобы делать по кузову чё будем красить по салону посмотрим что не знаю по салону ничего не будет потом мыть но и потом на продажу все ну как то так будем заниматься дальнейшим восстановлением тяны думаю будет интересная конечно не перекуп тв чтобы ну красоту делать но я постараюсь что не сделать все друзья до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok